Всем привет, с вами Игорь И вот я вылез сегодня на крышу почистить свой снег на панельках видите, что делается вот это я две панельки даже еще и две не почистил вот а вот столько снега лежит, видите, ну не знаю там где-то сантиметров, наверное 40 есть на мело такая вот ерунда товарищи, получается здесь тоже эту половину одну счистил вторую начал счистю шваброй, лопатой деревянной для снега ну деревянным что-то, железным не надо вот такой вот получается видите, и очень это все делать неудобно геморройно поэтому подумайте наверное раз 10 прежде чем ставить панели на крышу вот, чтобы лазить сюда их чистить это, конечно, совсем-совсем неинтересно ну а придется надо чистить ну что еще будет снег и сколько растаять этот снег даже если будет тепло и плюсовая температура то такой слой снега наверное будет несколько недель таять вот так вот оно получается вот вообще снег у нас выпал такой видите он не очень-то и сошкрябывается вот здесь вот как бы наледь такая то, что снимается то снимается а то, что не снимается я его и трогать не буду вообще, если солнце выглянет то вот этот слой тоненький он растанет быстро панель нагревается довольно неплохо даже зимой нагревается главное, чтобы солнце было и вот этот слой он уже быстро сойдет там пару часов и его не будет тоненький вот а вот тот, конечно то это это я не знаю когда оно само растанет вот такой слой короче сейчас буду чистить все это вот ладненько пока что выключусь паузу сделаю вот так вот получилось у меня почистить панельки все наконец-то заняло где-то около часа вроде время и немного но усилий приложил неимоверных можно сказать во-первых что стоять здесь на коньке совсем неудобно скользко одной ногой упираюсь в панель вторую в конек короче короче зря я их на крышу поставил наверное вот вот так вот короче думайте прежде чем ставить на крышу как вам будет их чистить или сразу надо предусматривать какую-то площадку чтобы было просто вылазить и чистить но вот так вот просто по крыше лазить это совсем неудобно и опасно и страшно фу ну короче только почистил и опять пошел снег я их собственно стал и чистить потому что уже и так на них лежало где-то по 40 сантиметров даже местами наверное до 50 доходило снега и я подумал так еще показывают снег на этой неделе тоже целую неделю опять будет сыпать сыпать то я уже как бы стал переживать что слишком большой вес первый снег был мокрый очень тяжелый счищается плохо вот да еще досыпет наверное стоило бы почистить хотя бы ради того чтобы их разгрузить вот такого веса хотя может быть я и зря боялся может быть они такого веса и не боятся ну почистил то почистил так сейчас еще посмотрим как там мой коллектор так вот мы возле коллектора солнечного коллектор как видите чистый вот вам вертикальная установка чистый и готов к работе сейчас солнце если будет он будет работать и все ему ничего ладенько сейчас еще пойдем трекер покажу что я там придумал так вот я возле трекера все работы остановились началась зима опять опять началась зима ну конечно здесь чистить снег намного легче с земли только швабру надо длиннее метра три держак и отлично тут все удобно так чистить ну это угол я просто так поставил устанавливал панели вот и так удобнее их просто устанавливать но это они еще не работают вот вот две панельки установил и все остановилось что я еще заметил своим трекером вот это вот нижняя половина она хорошо держится благодаря что вот здесь точка опоры есть и вот здесь рейка держит то есть не шатается а вот верхняя половина сейчас даже покажу как она так сейчас если упереться вот здесь видите не знаю наверное на камеру видно как она вот я ее шатаю видите уперся и она как шатается нижний ряд он получается шататься не будет а вот верхний ну вот и первых вот это само коромысло слабоватое вот и плюс оно еще ослаблено вот этим отверстием по центру поэтому что я думаю вот здесь вот еще по краю тоже такую же трубу кину по краю и вот здесь посредине то есть между столбиками еще вот так вот по одному такому коромыслу как бы дублирующему еще значит раз два три четыре пять штук получается еще вот таких вот профильков я кину вот для укрепления конструкции чтобы верхний ряд он так ну что я же говорю вот так вот если взять и упереться вот здесь вот дрючком вот так видите он шатается и на ветру я кстати был ветер тоже уже мне он подсказал ветерок хороший такой ветер был сильный то вот этот вот верхний ряд он будет шататься ну и естественно может потом когда-нибудь этот метал как раз на отверстии он и переломаться устанет и переломается вот такие вот я придумал укрепления своего трекера ладненько пишите в комментах что вы там думаете об этом советуйте чтобы еще тут можно было улучшить вот всем пока до следующих видео спасибо Субтитры сделал DimaTorzok